Польша – окно в Европу для граждан СНГ. В связи с резким падением курса рубля после 8 марта, работа в Европе становится еще более привлекательной и выгодной. В странах старой Европы, таких как Германия, Швеция, Норвегия, получить разрешение на работу и вид на жительство для наших кыргизов, узбеков, казахстанцев, таджиков и даже россиян и украинцев гораздо сложнее. Не любят там ни европейцев. Однако устроиться в этих странах все же возможно. Да, правда, потребуется хотя бы небольшой рабочий опыт в ЕС, и для этого мы используем Польшу. Сайты в СНГ, которые говорят о легкости получения работы в Европе, лукавят на 90%. Практически невозможно получить работу в Европе без знания национального или английского языка, хотя бы на уровне бытового общения. Профессия должна быть крайне востребованная. Единственная страна Евросоюза, которая готова принимать работников из СНГ, владеющих только русским языком – Польша. Поработав в Польше за невысокую по европейским меркам зарплату 900-1700 евро, в зависимости от специальности и квалификации, и получив опыт работы в Евросоюзе, можно думать о переезде в Германию или Швецию, где зарплаты гораздо выше. Как раз сегодня мы вернулись из небольшого шведского городка, где бригада из Средней Азии легально работает на производственной компании. Уже скоро вы это увидите. Получить разрешение на работу в Европе для жителей Средней Азии очень непросто. Далеко не каждое кадровое агентство возьмется трудоустроить среднеазиатского мигранта. Гораздо охотнее европейские фирмы берут на работу людей, уже имеющих опыт работы в Евросоюзе. И это еще раз подтверждает статус Польши. Наши партнеры и эксперты из известной компании Migrant Consulting имеют партнерские связи с крупными польскими предприятиями, поэтому могут гарантировать мигрантам въезд в эту страну и получение разрешения на работу. Через 3-4 месяца можно будет подбирать работу в Германии или Швеции. Сначала за 3 месяца по краткосрочной печати в паспорте ставят в Варшаве или Кракове. Дальше зависит от вас. Ставьте лайки и задавайте вопросы в комментариях.